ПЕСНЯ 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 Мы, естественно, знаем и неоднократно, но просто после Олимпийских игр первый такой матч этих двух команд, а именно в них сконцентрированы наши, получается, большинство лауреатов Олимпийских игр. Так что внимательно будем смотреть. Естественно, переполнен дворец спорта «Космос». Турнир обещает получить великолепное завершение абсолютно, потому что и те, и другие в прекрасном состоянии накануне в полуфинале с большим преимуществом одолели серьезнейших соперников. Белгородцы столичные «Динамо», а «Зениты» вовсе обладателя Кубка страны последних двух сезонов «Локомотив» из Новосибирска. И ни у кого нет сомнений, что именно вот эти две команды наиболее достойны победы, но победитель, как вы понимаете, будет только один. А вот кто, нам предстоит узнать. Ну, думаю, что как минимум через два часа борьба обещает быть несуточной, хотя бывает в волейболе по-разному, как пойти. Итак, стартовые составы. Все сильнейшие, кроме уже упомянутого Волкова, в заявках есть. Может быть, стартовые составы немножко будут отличаться, но это объективное состояние на сегодняшний день. У «Зенита», впрочем, он вполне и вполне оптимальный. Два центральных. 14-й Александр Абросимов, 3-й Николай Апаликов, Максим Михайлов, 18-й номер диагональный, связующий Валерий Вермилье, номер 5, итальянец. Американский доигровщик, первый номер, Мэтью Андерсон. И доигровщик российский, номер 6, Евгений Севажелес. Либера Владислав Бабичев, он на площадке, большей частью на этом турнире играет. Алексей Абмачаев тоже в составе «Зенита» есть. Время от времени появляется он. Белогорье, Тарас Ктей, номер 4, капитан команды «Доигровщик», второй доигровщик. А вот, впрочем, подождем, пока он еще на площадку не вышел. Дмитрий Ильин, их 15-й номер, вот такое. Ну, собственно, этим составом вчера полуфинал белгородцы играли. 13-й у Дмитрия Мусерского, центрального блокирующего. 7-й у его коллеги по амплуа Леонида Кузнецова. Связующий Сергей Макаров, диагональный Георг Гроцов из Германии. Два либера Артем Ермаков и молодой Никита Еремин. Вот такой состав Геннадий Шипулин на этот матч выставил. И приятно, что начинают потихоньку возвращаться наши герои олимпийских игр в хорошее состояние. Тарас Ктей вчера неплохой полуфинал. Ну, я сказал, что 8 олимпийских чемпионов, наверное, будет правильно назвать их, естественно. У «Зенита», помимо Александра Волкова, 9-го, скажем так, олимпийского чемпиона из тех, кто есть сейчас в дворце спорта «Космос», это Николай Паликов, номер 3-й, Юрий Бережко, 10-й номер, он в резерве пока, Алексей Обмачаев, 15-й, Максим Михайлов, 18-й номер, у Белогория, Тей, Сергей Тетюхин в резерве есть, главный герой Олимпиады, Дмитрий Ильиних на площадке и Дмитрий Мусерский на площадке. Ну, и с подачи Севажелеза начнется этот матч. Очень эмоциональный волейбол показывает здесь Белогория, и так уж получилось, что вот едва ли не первый матч этого финала стал отправной точкой подъема команды, больно уж много проблем навалилось, и решались они постепенно, поэтапной игры не было. Ну, вот от матча к матчу хозяева добавляли, и сегодня, да, конечно, Зенит, наверное, фаворит, но все-таки не до такой степени, чтобы поражение возможное стало сенсацией. Я думаю, достойны победы и те, и другие. Ну, и смотрим, белгородцы первое очко выиграли, сейчас имеют шанс получить сразу небольшой перевес, но для этого надо забить, а это сделать очень-очень непросто. Андерсон, Сергей Макаров внимательно на подборе. Дротцер. Дважды он атаковал уже, с какой длинный розыгрыш. Вот она борьба за инициативу в этой игре. Не забивает Дмитрий Ильных на высоких мячах сегодня придется тяжело и тем и другим. И мы видим пока удары аккуратные, удары не сильные, с надеждой на подстраховку, и главная цель пока не ошибаться, пока не ошибаться, потому что очень может быть дрогаться на ошибки. Вот на старте матча тут очень много в этом плане показательных поединков было, в том числе опять же и полуфиналы, когда одна из команды, получив преимущество, его уже не отдавала. Первый темп Кузнецов, проходит обманный удар, Максим Михайлов так эмоционально выговаривает Вермиля. Сегодня будет много эмоций, будет много интересного. И накануне были желтые карточки, страсти горят, что там говорить. Повторю, статус матча удивительный, даже для нашего волейбола. Будем к этому привыкать, это нормально. Гроцар со своей мощнейшей подачей, подача сегодня может быть серьезным фактором. Кстати, я говорил, на высоких мячах придется много играть. Ох, какую ошибку сейчас Ильяных допускает. И у Каризина смотрит на Макарова, потому что, ну, наверное, это и его ошибка. Связующий должен идти за мячом, даже, в общем-то, если он от него достаточно далеко. Поэтому, наверное, Ильяных не будем обвинять. Немножко я поторопился. Но это волнение, и все. Пока с приемом справляются и те, и другие. И сейчас аккуратно ударили, опять подчеркну, аккуратный Дмитрий Ильяных. Мяч от блока оскакивает в аут. Очень важно, ну, я так понимаю, до счета 8 не вывалится ни одной из команд. Думаю, что на установках нечто подобное звучало. И много очень хороших подающих в составе той и другой команды. Так что, кто выдержит подачу прием, может получить серьезные преимущества. Вот один из них, Дмитрий Ильяных. Севажелец справляется, выбивая вверх. Михайлов закрывает его Леонид Кузнецов. Ну, наверное, неправильно было бы называть игрока, которому 30 лет в следующем году исполнится открытием турнира. Ну, для белгородских болельщиков точно совсем не получилось ни начало сезона. Прошлый сезон выпал, а так вообще по некоторым годам это один из самых эффективных блокирующих нашего волейбола. И вот здесь он прекрасную игру демонстрирует. Вот за этот короткий период 2 очка уже успел набрать. Ошибается ли Ильяных? Будут рисковать. На подаче, я думаю, вот как раз в полной мере. Если мы видели в атаке, пока команды присматриваются. Словно прощупывают то, что знают уже на зубок, как оно на практике. Конечно, разбор игры был самый подробный у тех и у других. И формации масса. И здесь уже команды проводят свои четвертые поединки. Надо, наверное, сказать, как шли к финалу. Казанцы последовательно обыграли Губернию. И локомотив Новосибирский сделали это достаточно уверенно. Губернии и вовсе не отдали ни одной партии. А белгородцы в своей группе встречались с краснодарским «Динамо». Прошу прощения, новосибирцы и белгородцы, конечно, обыграли. А вторым, кого обыграл «Зенит», было столичное «Динамо». Но, собственно, оговорка такая, знаете, с поправкой. Потому что в полуфинале как раз «Зенит» одолел именно действующего обладателя Кубка России вот до этого момента. Локомотив Новосибирский, а белгородцы столичное «Динамо». Так что для того, чтобы встретиться между собой, им пришлось обыграть практически всех реальных соискателей на этот трофей. И то, что именно эти две команды здесь играют, абсолютно объективно. Пока Белгородский блок и блок Казанский очень много заставляют на себя обращать внимание нападающим пока труднее, чем блокирующим. Мы это видим на высоких мячах и у тех, и у других. Будет трудно, никто легкой жизни не ждет, но как тщательно все разобрано. Блок начинает работать с первых минут. Надо будет какие-то варианты поправки искать. 6-4. Впереди Белогория ошибка при выполнении второго. Нет, на моей стороне соперника уже играл Вермилик. Неудачный был прием. Жест Андрея Зиновича. Давайте посмотрим, отсюда будет видно, да? Не дотянулся до мяча, и рука его была за плоскостью сетки уже. 7-4 на подаче Леонида Кузнецова. Белгородцы еще очечка добывают. И вот к первому тайм-ауту. Могут быть лидерами, скажем так, пока. И это лидерство может быть весьма заметным. Быть пока 7-5. Посмотрим, как Николай Апаликов выполнит подачу. Она у него тоже очень-очень грозная. Мы об этом знаем. Хорошо пока с хозяева с приемом справляется. А вот тут Мусерский ошибается в атаке. Нечастое событие вот в этом финале шести. В очень хорошей форме диагональный хозяев. Но мы видим, даже хорошо выше блока мяч схватив, в общем-то, можно не выиграть очко для своей команды. Но чуть-чуть кистью не сработал. Наверное, высота все-таки чрезмерная была. А Апаликов. И вновь спокойно их те этот мяч принимает. И тут уже Мусерский не позволит себе ошибки. Но, коль уж идет у нас столько об истории. Если кубка имени Ревы, то надо, конечно, вспомнить, с чего все начиналось. А турнир у нас юбилейный. Турнир 20-й. И в 93-м году был первый такой разыгран в Одинцово. Тогда Самотлор победил Нижневартовский. Вот я тут разговаривал с наставником Новосибирцев Андреем Воронковым. Поинтересовался, играл ли он в том матче. Честно говоря, я этого не помнил. Оказывается, он даже MVP был того поединка. Самую яркую игру показал. И Нижневартовская команда вписала себя в историю. И, знаете, в этом году 25 лет клуба. Вот такой у нас интересный год. 25 лет назад Самотлор свой первый матч сыграл. Так что будет какое-то и честование, наверное, определенное. Вот эта связь, история, поколение, она никуда не прерывается. Она вот и через Воронкова в том числе существует. И, к слову, кроме как столичным Динамо, здесь на турнире в каждой команде есть воспитанники Нижневартовского Самотлора. Вот так вот. То есть в Белогорье это Ермаков, в Новосибирске Вольвич, в Нижнем Новгороде. Савин, Шульгин, Леоненко. В Краснодаре Янутов, в Казани Севажелес. Вот целая Россыпь имен. Так что радует, что работают вот такие традиционные центры волейбола в России. Насколько я знаю, там вроде там три игрока сейчас ходят в сборные различных возрастов. Так что будет, наверное, пополнение, ну прежде всего самому Самотлору, который сейчас лидирует в высшей лиге. Но и другие клубы охотно берут оттуда волейболистов, вот выводя их на такой высокий уровень. Продолжим. У нас перерыв позади. Должен был Олег на что-то подкорректировать. И вот редкий случай, едва ли не единственный для начала этого матча, когда на одном блоке атакует, да не кто-нибудь, а Максим Михайлов. Здесь доигровку Вермири очень здорово провел. 8-7. Преимущество минимальное. Гротцев тоже аккуратно слишком атаковал. До пола не допил. И что там? Приход средней линии. Судя по всему, да, потому что другой ошибок. Жест Олега Лукина четкий абсолютно. Я не обратил внимания никого. Возможно, у связующего частенько такое бывает. Вот этот невольный зашаг, который сам волейболист не видит. 9-7. Тарас Кей. Классная атака Максима Михайлова. Был двойной блок, но вот не очень понятно, что закрывали сейчас Дмитрий Ильиних и Дмитрий Мусырский. Два наших олимпийских чемпиона. Вот ровно между ними расстояние даже не в один, а мяча в три было. Хотя вроде бы не было проблем успеть, да, пристроиться. Тут немножко несогласованно сыграли. Каждый считал, что другой должен к нему пристроиться, что он закрывает правильно. Вот такие вещи иногда случаются. Классная подача у Севажелеза. И Сенит. Хотел я сказать, имеет шанс сравнять счет. Шанс-то был, но мяч от блока белгородцев Мэтью Андерсону в плечо попадает. Смотрим. С этого плана будет хорошо видно. Да, все совершенно четко. И никаких вопросов не вызывает. И Андерсон так смотрит. Так кто же это такой там прыгучий? Кто меня смог закрыть с этой высоты? Ну, здесь хватает специалистов. Пора бы уже иностранцам это давно понять. Еще раз Андерсон. И вновь Гроцер там в данном случае. Кузнецов. Касание сетки у кого? У Леонида Кузнецова как раз касание сетки сейчас и было. Но и без этого. Впрочем, Александр Абросимов результативную атаку сумел провести. И отправляется сейчас на подачу. 10-9. Ну, вот пока такая упорная борьба. Собственно, другой мы не ожидали. И ждем, когда в полный голос начнется являть о себе Зенит. Знаем мы, что Владимир Олегович, как никто другой, умеет по ходу игры подкручивать своих подопечных. Немножко видоизменять игру. И Зенит добавляет, добавляет и добавляет. Что на это ответят белгородцы? И будет ли подобное? Будем смотреть. Пока вот та борьба, которую мы видим. И Дмитрий Ильяных. Но вот начинается немножко побыстрее играть и тот, и другой связующий. И мы видим для нападающих более комфортные ситуации. Возникает. Сейчас Ильяных на одном блоке с его-то высотой съема. Это вообще не проблема. Гроцер. Грозный подающий из Германии. Чуть не попадает. Вот такие мячи он выцеливает по этому углу. Очень здорово. И на турнире 3-4 таких момента было. Сейчас любопытный эпизод. Кто-то из белгородцев показывает, мол, поле. И Владимир Олегович ему указывает. Идите, попросите Павку. Такой диалог. Действительно, такая возможность есть. И нечего просто так размахивать руками. Если есть сомнения, пожалуйста, свой единственный шанс положительный можете использовать. Благо, вопросов здесь по судейству никаких не возникает. Тем более, их не должно быть сегодня такой авторитетной армии. Дмитрий Линых 12-10. Вот погоня Казанцев немножко так застопорилась, зафиксировалась на этом разрыве в 2-3 очка. Сейчас Кузнецов, переходящий мяч, боялся попасть по сетке. Это очевидно было. Чуть-чуть так, может быть, не так навалился, как следует не закрыл кистью. И атака у Казанцев. Андерсон. И вновь встречается с этой преградой под названием Белгородский блок. И, вы знаете, многовато для такого отрезка небольшого. Хозяева блоком выиграли уже сейчас. Ну, мячей 5-6 точно, а всего лишь 13 очков ими набрано. Тарас, Хтея, Кузнецов. Ну, какой рост у этих игроков. И Андерсон со своими 2-8 здесь не кажется даже большим против этих ребят. Линых попадает в площадку. Был момент такой, знаете, вот нужно задуматься о просмотре. А Владимира Олеговна, по-моему, тайм-аут как раз хочет, а не просмотр. Потому что он, наверное, видел, что мяч в площадку попал наверняка. Берет сейчас перерыв. 4 очка. Такого преимущества в этом матче у белгородцев до этого момента не было. И, естественно, надо вносить коррективы. Ну и слышали все прекрасно. И пока не устраивает Олег на такое, знаете, спокойствие в рядах его команды. Но, действительно, Казань знает свою силу. Казань знает, что она вывернется из любой ситуации. И масса была примеров уже в этом сезоне. Но, впрочем, надо помнить и матчи, где ничего не получилось. Вот были два матча, проигранных по 3-0. Против факела в Кубке России как раз на полуфинальном этапе и вот в Сургуте. Так что, может быть, по-разному. Игроки тоже должны это помнить. Гроцер. Его страхует блестяще играет Ильяных в защите. Где мяч для команды сохранил, но надо отбиваться. И вновь Гроцер. Но такие мячи сложные достаточно. Классно, какой волейбол мы смотрим. И как мяч держится в воздухе. Тарас в тени. И с Казанским блоком все тоже в полном порядке. И с высокого мяча. Так, еще отведенный, да, высокий мяч. Тут шансов немного. Тут надо страховать. Вы видели, Кузнецов практически сидел под ответственный отскок. Но немножко в сторону от него мяч отскочил. Я настроен на эту игру. Вот даже по этим повторам видно. И те, и другие, конечно, постараются показать свой максимум. Матч принципиальный. А Этью Андерсон ошибается. 15-11. Леонид Кузнецов, стало быть, Мусырский сейчас у белгородцев, у сетки. Один из самых результативных игроков. И мы видим на блоке он хорош. Что сейчас продолжать надо играть. Поцепляется за каждый мяч. И другие очень здорово страхуют. Вы знаете, и белгородцы, и казанцы. А вот здесь Валерио Вермильо. Браво! В такой вот вроде бы суете и неразберихе нашел чистую сетку для Мэтью Андерсона. И, конечно же, мастер такого уровня шанс не мог упустить. Но казанцам нужна подача. Они отстают. И все, что даже позитивно и делается, не позволяет им приблизиться в счете. Дмитрий Ильих опять практически идеальная доводка. И, естественно, мы видим атаку Мусырского. Тут, когда такая доводка, процентов на 80 Макарова не надо ничего придумывать. Давать Мусырскому. Тем более сейчас за счет Мусырского четвертую зону вряд ли могла на одном блоке остаться. Вы видели, что прием чуть-чуть был сбит в ту сторону. И там, покинуть чуть дальше, успевали оба блокирующих на игрока. А, там уже не Мусырский, не человек с его возможностями, скажем так. Запускают волну болельщики. Атмосфера прекрасная. Борьба интересная. Сейчас вся атака, что он работает, она дает. Но за это нужно страховать. Именно только этого кончика. Скажем, что это заимно. Если он не может, то он не мог. Шумно очень в зале. К сожалению, не могу я Владимира Олега слышать. Расслышать точнее, что он говорит. Может быть, вам это лучше. Очень понятно, но это финал. И болельщик здесь может серьезнейшее давление оказывать. К этому надо быть готовым. Но на самом деле, очень-очень давно в Белгриде не было матчей вот таких финального накала. Да, тут игрались матчи финальной серии чемпионата страны. Но вот такого, после которого можно было получить какой-то трофей, очень-очень давно не было. Там, по-моему, в 2005 или 2006 году финальную серию с Динамо могли белгородцы здесь завершить. Не получилось. Лигу чемпионов здесь вручали приз. А вот финал Кубки России был последний раз в 1997 году. Тогда, кстати, белгородцы тоже его выиграли. Когда он еще не носил имя Константина Ревы. Но вот эта идея именными делать трофеи, она, конечно, пришлась всем по душе. И сейчас общую историю имеет этот трофей, естественно, и славный имя. Но Саерский не дотерпел. Тут не перебрасывали мяч на сторону белгородцев. Вполне это можно было трактовать как передачу. А он перенес руки. Захлестывают эмоции даже таких уже опытных парней. Михайлов. Очень приличную игру в приеме сегодня Дмитрий Ильин их пока демонстрирует. И Георг Роцер показывает, что тоже у него в волейбольном арсенале не только сила, не только атлетизм, а вот такие еще решения. И такая техника прекрасная. В противоход попался Евгений Севажелес. Ну, а белгородцам достается очередное очко. И вновь хорошо работает блок, наверное, Мусерский. Да, и он укладывает мяч к боковой линии. И вновь даже просмотр не потребуется. Ну, ничего нельзя поделать с такими атаками, как вы понимаете. Остается только разводить руками. Олег-то там готовит какие-то замены уже. Напрашивается прежде всего двойная, безусловно. И недовольны тем, что игроки медленно готовятся к этим заменам. Потому что ему нужны сейчас паузы. Это обязательно еще пару-тройку мячей. Даже мысленно цепляться за этот сет будет проблематично. Пока Игорь Колодинский вместо Валерия Вермили. Это не двойная замена, это замена связующего. То ли высокий блок более нужен Владимиру Олеговну. То ли просто немножко другой рисунок игры. Мы, повторюсь, нужны паузы в первую очередь. Вот сейчас пока замена. Сбить темп – это основная задача. Вчера нечто подобное в полуфинале чередник говорил своим подопечным. Наставник столичного Динамо. Там не спешите, подавайте помедленнее. Надо сбить их с этого темпа. Но от москвичам это делать не удалось. Зенит куда более опытный. И куда более опытными игроками укомплектован. Так что с таким-то еще наставником может быть все, что угодно. И вполне этот план может сработать. Колодинский, воспитанник местного волейбола Белгородского. Конечно, к нему очень доброжелательно все относятся. Но в данном случае он станет соперником. Не успевает он к этому мячу. До конца идет. Желание масса. А вот счет пока 21-14 в пользу хозяев. И Владимир Олег на свой последний тренерский тайм-аут в этом сете использует. Должна быть передача. Не занижай, не ускоряй ничего. Скорость не проходит. Также работаем пробуйте по рукам. В этом сете следующая партия у нас получит. Спокойно. Сейчас нужно выдержать. Просто контроль мяча сделайте. С приемом. Пока вот на этом участке, что ли, обозначенном на начале матча подача прием. Белгородцы, безусловно, предпочтительней. И не случайно и блок у них лучше работает. Это все от затруднения приема идет сопернику. А сейчас Дмитрий Мусерский, который нашел, похоже, здесь, наверное, не окончательно, но путь вернуть свою вот эту убойную подачу, которой так нужна нашей национальной сборной в ближайшие годы. С этой подачей прекрасно сейчас справляются зенитовцы. И Александр Абросимов, в свою очередь, отправляется подавать. 15-21 его команда проигрывает. Зенитовцам надо что-то делать с подачей. Не знаю, то ли белгородцы сегодня так принимают, но практически Сергею Макарову не приходится бегать. И он, видите, может один блок организовывать. Отбиваться от таких атак невероятно сложно. В то время как белгородцы, ну, подают, действительно, уж от души. Гроцер. Видите, как сложно. Обмачаев вместо Бабичева появился. Олег наищет варианты. Кто же, кто же сможет сейчас остановить соперника, помочь. У белгородцев получается очень многое. Но не получается остановить вот этот обманный удар Игоря Каладинского. Для него это тоже шанс. Знаете, давно-давно он ищет место свое. Трудно ему, конечно, быстро набрать высочайший уровень, на который он потенциально способен. Все-таки много лет спляжный волейбол проиграл. Это нечто другое. Хотя вот этот универсализм удивительный этого волейболиста, это, конечно, его главный козырь. Когда-то очень здорово подавал. Но сейчас, видимо, нет, силовая. Вновь прекрасный прием. Ильяных. Атака у Зенита. Блестящий Андерсон. Вот обыгрывает групповой блок. Хотя Олег, ну, мы слышали, говорил, давайте по рукам. Пробуйте, ищите. Ищут с четвертого по четвертому. Эта атака проходит. И первый тайм-аут Геннадия Шипулина в этом матче тренерский. 22-17. Запас вроде бы надежный, но тревожные для его команды моменты проявляются. Заждались, конечно, в Белгороде больших побед. Здесь, ну, не сказать, что Зенит не мотивирован. Такого быть в финале кубка, ну, просто не может по определению. Вы видите, Владимир Олег на каждую секунду перерыва Шипулина использует, чтобы свою команду еще сильнее запустить. Еще сильнее маховик этот, который потом трудно остановить, раскачать. Но вот эмоции, эмоции могут быть и определяющими. Пока их в нужное русло направляет Белогорье. Сейчас, получается, у нас связующие игроки набирают очки. Но это за счет того, что так складывается ситуация. Первый темп смогли прихватить казанцы. Вообще у них получается все больше и больше. И обратная замена возвращается в Вермиле. Действительно, Колодинский по передней линии прошел, где он повыше. Выполнил подачу, где у него все посерьезнее, чем у Вермиле. И теперь уступает место тому, кто лучше, естественно, должен выглядеть на передаче. Здорово, здорово все начинает получаться у «Зенита» Максим Михайлов по шестой зоне. Но вот, может быть, побольше его пора уже загружать. Андерсон пока чаще значительно атакует, мы это видим. Но Вермиле в последнее время вот почему-то предпочитает через четвертую зону играть больше, даже имея вот такого диагонального, как Максим Михайлов. Впрочем, неизвестно, как там дальше пойдет в пятом сете. Я думаю, что Максим полную нагрузку получит, если таковой состоится. Пока у нас сет первый. И этот сет белгородцы сейчас могут завершить одним ударом, потому что преимущества у них достаточные для этого. И первый сетбол сейчас будет. Продолжает делать паузы вот эти Владимира Олегна. Наверное, он где-то понимает в душе, что такой сет уже у Белгорода сегодня отнять не получится. Но побороться-то надо. Но с первого сетбола не получилось. Видели мы, Александр Косарев появился на площадке у белгородцев. Выходил Жигалов вместо Макарова. Шипулин тоже такие точечные замены пока прощупывает, где можно еще усилить игру-команду. Я думаю, что и тот, и другой тренер все-таки уже о следующей партии в большей степени думают. А Паликов выбивает мяч вверх Дмитрия Ильиных. И на высоком мяче, и в него мяч от блока оскаркивает, несмотря на то, что вроде бы траектория шла вала. Ну что, второй тайм-аут Шипулину понадобится или нет? 20-24. И вновь сложности в приеме. Хорошо подает Апаликов. Ошибка при второй передаче. Задержку фиксирует Андрей Зинович. И, может быть, не все так очевидно. Здесь уже были на финале шести моменты, когда команды спасались со счета 19-24. Другие такие камбэки мы видели интересные. Так что много неожиданного. Все может быть. Естественно, это тайм-аут для того, чтобы сбить подающего. До этого игра Шипулин, наверное, целиком и полностью устраивал. Ему надо сейчас как-то справиться с подачей Апаликова. Ну вот хотя бы с помощью паузы, которая позволяет ему перерыв. Ну и Олег, вы видите, каждую секунду использовали для того, чтобы что-то подсказать, что-то изменить. Все-таки очень длинной серии Апаликова не стало, хотя он подавал классно. И второй сет мы уже будем смотреть при счете 1-0 в пользу Белогорья. Коммуник, поем-то, мы все-таки размышляем. Мы сразу наступили этим который был в Коммуник, поем-то, стеной, дислим, поем-то иog Tapi, поем-то и углубленным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, второй сет. Все те же боевые составы. В общем-то, наверное, у «Зенита» не так много возможностей усиливать игру со скамейки. Хотя есть такие, в общем-то, мастера и точечных работ. Тоже Черемесин может на подачу выйти. Ну, Юрий Бережков, безусловно, не все у него здорово в атаке сейчас. Но на задней линии, ну, он сегодня уже появлялся, да, посильнее Мэтью Андерсона он играет. Так что наверняка от него помощь понадобится. Но у белгородцев есть Сергей Тетюхин. И как талисман, и как человек, который просто вселяет уверенность, когда находится рядом. Пусть сейчас он после того, как много-много не тренировался, естественно, не может быть оптимальным. Но, по сути, после той гениальной Лондонской Олимпиады он, в общем-то, в волейбол по большому счету не играл. И Шипулин включил его в заявку самый последний момент. Думаю, что больше все-таки для психологических вот таких вот моментов. Хотя он появляется на задней линии и в приеме, что уж, по крайней мере, в состоянии своей команде помочь. Но вот «Зениту» нужно было сейчас хорошо начать с этого. И как-то сразу не заладилось опять у казанцев. 2-0 и тут же замена. Вот о чем я говорил. Прием Мэтью Андерсона – это тот момент, который соперник, в первую очередь, старается использовать. И сейчас американцы расшатали белгородцы. Ктей очень нацеленно подает. При том, что подачи у него и плотные, может быть, и планер он умеет выполнять. Так что, что касается вот такой тактической подачи в определенные места, здесь он мастак. Ну вот сейчас вышел Бережко. Прием обеспечил. Ну а Максим Михайлов обеспечивает результат в этой атаке. 2-1. Казанцам все-таки играть с огнем можно до поры до времени. Мастера они выкручиваются в самых тяжелых ситуациях. Ну вот, повторюсь, тот эмоциональный фон, который сейчас в зале присутствует, он не позволит сникнуть ни на минуту команде Геннадия Шипулина, его подопечным. И вообще, может быть, сейчас на ваших глазах там происходит перелом психологии команды. Я не говорю про этот матч, а про турнир, весь финал шести, потому что, ну, по сути, многие игроки, даже имея статус олимпийских чемпионов, они только вот начинают привыкать без Сергея Тетюхина играть. С Тетюхиным и без на любом уровне, любая команда, это две колоссальные разницы. Случайно и в Казани поспешили увековечить тот факт, что Тетюхин играл пару, там, тройку сезонов в цветах казанского клуба. Это действительно человек, вокруг которого строилось большинство побед нашего волейбола последние, там, полтора десятилетия, как клубных, так и, что главное, наверное, сборных. Вот сегодня, пока он не появлялся, я думаю, будет какой-то более сложный момент. Обязательно Шипулин вот этим все здесь все психологическим моментом воспользуется. Это еще и на соперника давление, безусловно. Вроде бы неплохо на место в защите выбрал, но вот движение такое финальное у него не получилось. Высота немножко этой атаки для него неудачной оказалась. Сгибами где-то на уровне локтя принимал он этот мяч, трудно так его обработать без ошибки. Гроцер тоже ищет какие-то варианты по линии, оказывается. Можно проходить, поднимает руку Бережко и извиняется. Гроцер, видите, первый же свой атак и прощупал игрока, вышедшего на замену. Сложно сегодня с высоких мячей играть абсолютно всем. Поэтому нужен хороший прием. Иных. Срывается у него подача. Ну, понятно, да, все равно, что риск разрешен максимально, это видно. Что Юрий Бережко, он внимательно выслушивает Владимира Олега, куда он предложит ему сейчас выполнить подачу. Ну, а мы посмотрим. Планер. Ильяных, ну, Ильяных без тени сомнений выходит под этот мяч, принимает, но атака у Казанцев. Было там касание сетки, но не троса. А Белгородцы такое ощущение, что преждевременно остановились. Там Кузнецов так расстроился, что он сетки коснулся. Что они и в постраховке все-таки не так участвовали, и он, и его партнеры. А закрыли Ильяных тройным блоком. Это не был пайп, безусловно, это просто была атака с задней линией, где-то такая вынужденная. И вновь Ильяных подача, быстро в край. Там успевает в защите обмочаев руки подставить. И вновь работает в центре сетки Казанский блок. Тут, в общем-то, Макаров пока условий до атаки не создает. С Кузнецовым, видимо, успевает и подняться Апаликов, и еще успеть на пайп. Значит, слишком высока эта передача. Не стоя амплитуды, она играется. Раз-два блока, и на нее приходит. Счет 6-5 в пользу Казанского «Зенита». И, ну, не знаю, впервые, а может быть, даже и впервые в матче Казанцевой ходит вперед. Нет, по-моему, в первой партии было там пару моментов по одному очку преимущества. Преимущества имели подопечные Владимира Олегна. Занит Кузнецов. Быстро в край, вот это уже начинает работать. У «Зенита» у «Вермиля» побыстрее передача летит в четвертую зону, мы это видим. И этим здорово пользуются его нападающие, прежде всего, потому что вот Мусырский слетал в сторону, и по рукам в данном случае вот такие отскоки очень часто получаются. А Паликов пока его подача едва ли не самая грозная в «Зените». Ну, сейчас быстро в край пасовал, Ахтея ошибается. Начинал он в резерве этот турнир. Здорово, Антон Фоменко молодой выглядел, ну, как молодой, 25 лет уже, просто давно он сдал своего шанса, и вроде он у него появился. Но в полуфинале, в самом начале матча получил травму, там, повредил фалангу пальца на блоке. И вот был заменен Ахтеем, который очень хорошо вошел в игру. Ну, вот, похоже, все-таки не оптимально еще до конца состояние Ахтея. Ну, как мне сказали в Белгриде, по-прежнему через боль он играет, вот никак не удается ему от застарелой проблемы избавиться. Боли его преследуют и очень сильно лимитируют возможности капитана сборной России. И вот сейчас мяч он проиграл абсолютно необязательный. В принципе, передача вполне и вполне нормальная была. Сергей Макаров сделал все правильно. 8-6 первому техническому тайм-ауту второго сета. Зенит не скажу, что возвращается в игру, он никуда оттуда и не исчезал. Просто начинает постепенно свою линию гнуть. Так все более и более с серьезным давлением, что ли. Поэтому, если сейчас будет доводка, я думаю, Макаров постарается Мусырского использовать. С ним справляться очень-очень сложно. Но доводки нет. Первого темпа не будет. Гроцер. Вновь перевод по линии. Там внимательно действуют в защите гости. Вновь Гроцер. Двойной блок. Ох, как чисто он проходит до пола-то с задней линии. И попадает в объятия партнеров. Ну, действительно, красивая атака, эффектная. Вроде бы там масса времени усевожили с Абросимовым. Но вот какой-то сектор они оставили. Слишком большой для того, чтобы спасал там в защите Максим Михайлов. Михайлов, в свою очередь, не попадает на одном блоке. Вроде бы наверняка Максим атаковал. Мысленно, наверное, уже понимал, что должен забивать. Но Тараский высокий блокирующий. От него отходить надо, конечно, отводить мяч подальше. Мы видели, сбрасывал он в ход руки максимально далеко. И еще дальше увел траекторию Михайлов. Но не в пользу своей команды. 8-8. Похожая ситуация. Насера цепляет в тей блоком. Но Агруцер не знал, что делать с этим тройным блоком. Очень раздосадован. Ну, действительно, такой заслон выглядит угрожающе для любого игрока. И тут никакого возможности мимо было пройти. Тут по рукам надо попадать. Других, наверное, путей нет. Ну, или не проиграть для начала. Ну, если Михайлов, когда его подача заработает, сейчас серьезные затруднения. Гроцер. Сложились на высоком блоке. Теперь тоже ему там не очень спокойно и комфортно. Но ему сэрский неудачный. Бакаров сейчас, честно говоря, его передачу отдавал. Потому что центральный белгородцев успевал нормально пройти первым темпом. И завершается все блоком белгородцев. Но мяч от блока попадает в аут. Немного герою Гроцеру здесь не повезло. Или мяч все-таки под руки подскочил. Давайте посмотрим. Нет, отскочил на сторону зенита, но за. 10-8. Ну, вот подача Михайлова начала серьезные такие дивиденды его команде приносить. Дважды, по сути, без хорошей атаки белгородцы оставались. И сейчас ничего Георг Гроцер с блоком казанцев не может поделать. Но вот или 120 процентов, или меньше 50. Пока так вот его атаки выглядят. Или действительно это красиво и убедительно. Иногда просто беспомощно он выглядит. Вот такой блок у казанского зенита. 11-8. Для хозяев начинается серьезное испытание. Плюс полетела подача у главных подающих зенита. Здесь здорово вроде придумал, но ошибаться-то, конечно, нельзя в такой ситуации. Не думаю, что он мог выиграть таким образом. Там все-таки защитники контролировали полет мяча и летим в площадку. Наверное, по-другому бы реагировали вот на эту траекторию. Ну а выбитый прием этого, то, чего зенит так долго и устойчиво добивался. Рвался буквально на площадку игроки Белогоря. Но Владимир Олегович продолжает так методично осаживать пыл хозяев. И перерывы у него максимально длинные. И игроки вроде неторопливо двигаются. И все это нужный ритм именно для него матча создает. Какие-то замены сейчас Белогородс там потихоньку начинают готовить. Хотя и по рукам попал. Да, безусловно, был даже звук слышен. И сейчас будет подавать 12-9 в пользу «Зенита». Вот Мачаеву планер направляет. И Георг Гроцер. Ну много его, да, сегодня в игре, согласитесь. И на блоке неплохо очень действует. Вот, кстати, как ни странно, о подаче его пока меньше приходится говорить. Хотя он обладает одной из сильнейших подач в мировом волейболе в принципе. Ну вот, на блоке, в атаке. С переменным успехом, но активно. И вновь атака через зону Гроцера Мусырский. И на серость Севожелез все здорово делает. Такой отскок вполне удачный. Чуть-чуть Дмитрий Мусырский не успел руки перенести как следует. 13-10 на подаче Севожелеза. Мусырский, ну здесь он здорово разбирается. Один в один обросим и показывает, что у него масса вариантов. Он в принципе сейчас мог и в другую сторону перевод играть. Ну и вот эти внешние эффекты этих атак, это еще и способ давления на соперника. И у Мусырского это вполне получается. Посмотрим, как подает Дмитрий. Ну с выходом Бережкова у Казанца с приемом получше дела, конечно, пошли. Это безусловно. Исправляется сейчас. Будет, правда, атака у хозяев. И Георг Гроцер в противоход блоку пробивается. До пола наконец-то. 13-12 разы сокращается до минимума. Опять вот этот сектор ему чуть больше оставляет. Но Гроцер в принципе показал, что он может играть и в линию. Да, мы видели атаки даже в начале этого сета. Так что приходится с этим считаться. Но Мусырский, не подав полную силу в предыдущем случае, сейчас, наверное, уже рискнет. Мачаев оставляет мяч, но на стороне соперника. И Дмитрий Ильин их счет сравнивает. 4 очка преимущества казанцы получили в определенный момент партии. И очень-очень быстро с этим преимуществом расстались. Вот что такое хорошая подача. Была она в руках Михайлова, Зенит повел. Сейчас белгородцы отстрелялись очень удачно. И тайм-аут имени Дмитрия Мусырского. Во многом берет Владимир Олег. Но он-то знает, на что его подопечный по национальной команде способен. Вот, может быть, меньше обычного многословий сейчас Олег. И это, опять же, нам лично расподчеркивает, что именно подающий игрок заставил его нажать на эту тревожную кнопку. В принципе, команда неплохо начала выполнять план на игру. Но вот есть такие моменты, против которым сложно что-то возражать. В том числе и подача, когда она так летит. Так что посмотрим, насколько Мусырский будет рисковать после тайм-аута. Что там ему сказали в его тренерском штабе. А сколько, дали карт-бланш или нет. Ну, хороша подача, ничего не скажешь. Обмачаеву не сладко приходится. И куда мяч попадает? Он не пересекает полоской сетки. Зенитовцы здесь не очень здорово разобрались. Наверное, как-то его коснуться можно было. Бережко побоялся и сетки коснуться. Но тут сложно, сложно. Тут сделать что-то результативное невероятно было. Непросто. И все та же картина. Дмитрий Мусырский на подаче. Вновь Мачаева просто обстреливает он либеро-казанской команды. И, наконец-то, Алексею удается хорошо выбить вверх. И тут уже на высоком мяче задача Максима Михайлова. Остановить вот этот порыв белгородского лидера. Да, сегодня Мусырский лидер. Можно об этом говорить смело и уверенно. Даже несмотря на то, что играет вроде бы не на самой лидерской позиции. Да, центральный блокирующий всегда поменьше в центре внимания. Но вот тут, по сути, во всех играх он был самый результативный в своей команде. По крайней мере, на предварительном этапе. На групповом этапе финала шести. А это Дмитрий Линых. Который должен от матча к матчу от года к году расти. Все-таки он так поздно начал заниматься волейболом. По сути, в 15 лет. И вот сейчас в свои 25 уже олимпийский чемпион. И потолка, в общем-то, его возможностям пока, я думаю, что еще не видно. И это здорово. Вот так как он сегодня принимает, очень обнадеживает. Может быть, Зенитовый расшатает, да, своими подачами. Очень много в Ильина их подают. Вот и сейчас он доводит здорово до Макарова. А Гроцер по линии второй раз проталкивает мяч. И вроде Бережко должен был все видеть. Но мяч как-то вот так забился у него в руках буквально. Что говорит о том, что блок неправильно был поставлен. С этой вот камеры хорошо нам видно, да. И насколько руки не донес Бережко. И даже так получилось, что они у него почему-то на разной высоте оказались. Сейчас 16-15 ко второму техническому тайм-ауту. Момент в матче архиважный наступает. Не надо ничего доказывать. 2-0 и 1-1 по сетам. В финале кубка это грант колоссальная. Трофеи Минерелы. Национальный наш кубок. Престижнейший. В общем, за него бьются. Вот в этом году вроде бы Европейская конфедерация волейбола сказала, что не будет гарантировать победителям национальных кубков место в Лиге чемпионов. И мы видим, что никак это на престижности и на кале турнира не сказывается ни на йоту. Потому что, ну, во-первых, может быть еще и в ауткарт будет, которому отдадут обладателю кубка. Это в том случае, если он через чемпионат страны, правда, путевку не добудет. Так что, согласитесь. И те, и другие, наверное, на победу в чемпионате рассчитывать могут. Как, собственно, еще большой ряд команд. Достаточно длинный этот список в этом году. Уж претензии-то точно многие могут заявлять. Свои. А кто, на что способен доказать, это вопрос немножко другого времени. Пока у нас вот заключительный матч 2012 года в край Хтею. Хтей с касанием. Четко арбитры это фиксируют. Приносят 17 очков своей команде. Не хватает немножко высоты прыжка сейчас Тарас Уфтея. Ну, вот это вот его травма. Очень болезненные. Тут много требовать, наверное, невозможно. Но зато высокий рост и колоссальный опыт. Он все в его пользу. Апаликов в центре сетки переигрывает Мусырского. И это еще путь, где может добавить Зенит. Все-таки игры через центральный хувер-мильев маловато. Трудно с краев сегодня играть. 17-17. Николай Апаликов. Вот сейчас, скажем так, партия сильнейших подающих у Зенита начинается. Апаликов за ним Михайлов и может многое поменяться у белгородцев связка Мусырский-Гроцера. Она сейчас далека от подачи пока еще по расстановке. Ну, Апаликов на исполнение. Просто прекрасный мяч в угол укладывает. Вновь выводит Зенит вперед. Пока на одну очко. И укороченная подача. И вновь на Ильяных. Гроцер и вновь его пускает в диагональ в шестую зону. Но он так ближе к боковой линии атакует все-таки. Но сейчас едва линия в центр площадки. Его пропустили. Слишком много линий закрывает. Но мы видели, что и по линии-то он выигрывает. Там, может быть, повнимательнее просто надо действовать. В паре случаев повезло немцу. Но вот эти атаки надо уже скорректировать немножко. Максим Михайлов. Ему тоже не успели захлопнуть. Вот это окошко, которое как раз в шестую зону ведет. И на опережение он четко проходит. Прекрасная опять же передача Вермильо. В 19.18 наступает время для точечных замен. Кого-то там готовит Владимир Олегов. На блок, видимо, Иван Гимаков появится. Зениту, хотел сказать, повезло. А все совсем не так. Эпизод-то надо доигрывать до конца. Успели белгородцы смахнуть буквально с площадки этот мяч. И такое ощущение, что выключился из игры, прежде всего, Александр Абросимов. Который слишком поздно начал движение. Страховать там было ему уже нечего. А прыгнуть он не успел. Охтей. Ошибается. Ошибается попытка. Вот забросим ему эта комбинация. Ну, не всегда проходит. Отведенный, наверное, слишком был мяч. Сейчас и, прежде всего, сам центральный. Не очень ждал, что с такого мяча отведен. Но Веремиле рискнет ему вот при таком счете передачу отдать. Так что 20-е очко белгородцам «Зенит» отдал сам. А 21-е они взяли. Беспосторонней помощи. Вновь линию Георг Роцар стережет. В свою очередь. Очень-очень здорово. Сколько уже мячей он этим блоком сегодня выиграл. Был момент, да, казалось бы, может быть, Шипулин его поменяет. Зная, что всю ширину, глубину скамейки обычно Геннадий Яковлевич использует. Но вот сейчас перетерпел. И Гроцар начинает все более и более эффективно работать. Там строй. Там это. Идет финал еще. Дай, дай. Эй. Вот эти ошибки, конечно, Владимир Олегов на них обращает внимание. Но тут, наверное, немножко успокоится. Ермиле-то такой опытный игрок. Честно говоря, вот я такой передачи от него не ожидал в данный момент. Ну, не это главное. Главное, что я не ожидал. А бросил он себе. И белгородцы получают плюс два. Это не так много. Мы помним в концовке предыдущего сета с более серьезного отставания «Зенит». Так погоню сумел организовать. Но для этого надо забивать что-то. А с этим сейчас проблемы. Михайлов разве что в порядке. И он очередное очко своей команды приносит. Ну, тут вынужден, наверное, даже Вермиле больше через него играть. И это надо делать. Это Максим Михайлов в конце концов. Правда, Вермиле ближайший розыгрыш на площадке не будет. Вот как раз Иван Димаков на блок. Под кого там? Внутри нападает сейчас на передней линии, включая Мусерского. Вот, наверное, о ком идет речь в первую очередь. Потому что прием хороший. И сколько там блокирующих не выпускай. Если Дмитрий Мусерский свою атаку играет, тут защитникам редко везет. А блокирующие, мы видим, ничего поделать с ним абсолютно не могут. 22-20. И Мусерский на подаче. Вот теперь волна мощных подающих белгородцев начинается. Такая связка, что ли, ударная. Она есть и у «Зенита», и у «Белгорода». По крайней мере, выделилась уже к этому моменту. Но ошибается Мусерский. 22-21. По-прежнему его команда впереди. А подавать будет Александр Абросин. Ошибается подсвист трибун. Но вот то давление, которое как раз болельщики способны обеспечить своей команде. Давление, конечно, на соперника. И это концовка здесь. Такие ошибки могут обойтись дорого. Но вот Гроцер на подаче. А если она у него сейчас получится? Она у него получается. Ну, за очко белгородцам еще побороться придется. Но недолго. Дмитрий Линых переигрывает Валерию Вермильеву. И приносит 24-е очко своей команде. 24-21 на подаче Георг Роцер. Если там тайм-аут, то, честно говоря, я не помню. Не следил специально. Но раз нет сигнала из его тренинского штаба, значит нет перерывов. Первым темпом прекрасно отвечает «Зенит» Николай Апаликов, Валерий Вермильев. Но с приема у белгородцев есть два сетбола. А вот подача Вермиля самая, наверное, безобидная, что есть сегодня у «Зенита» в этом отношении. Не лучший вариант. Но, судя по всему, нет такого надежного человека, который может выйти и сильную подачу подать. Так что планер спокойный для Ермакова. Не удается Ильиных с первой попытки поставить точку. А будет ли вторая? Решил Ермаков принимать мяч, который явно летел в аут. И в итоге проигрывают белгородцы этот розыгрыш. Не разобрался Либера сейчас с ситуацией. Партнеры так дружно подняли руки, уже радуясь, что сет завершен. А все только похоже начинается. Тайм-ауты оказались в копилке у Шипулина. Сейчас... Рачительно припасен вот на такой момент. Вы видите, да? Какие эмоции. Вот Дмитрий Ливный, в частности. Являясь олимпийским чемпионом, не является чемпионом страны, обладателем кубка. И это серьезный пробел, сами понимаете, в его послужном списке. Хотя олимпийский чемпион – вещь особенная, но как же хочется порадовать болельщиков. Тем более, здесь и его родители приехали из Сочи. И, конечно, ему хочется победить. Как и любому, собственно, игроку двух команд. Вновь доводка, что сейчас Гроссер на одном блоке. И это слишком мало, чтобы его остановить. 25-23. Почему же он остался один? Удивительно. Но вот это, можно сказать, и уважение к Дмитрию Ливену. И как раз его вдвоем стерегли. 2-0. Белогория делает еще шаг к завоеванию трофея. Удивительно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 2-0 Так что любой сценарий мы сейчас ждем Ну а что касается кадровых ресурсов Здесь у Владимира Олеговна вот есть проверенный состав С тем лишь вариантом, что Мэтью Андерсон в него пока еще не вписался Окончательно огромных возможностей Игрок надарен щедро природой, но вот как сам Владимир Олеговна сказал, что большего он от него ожидал Но может быть еще не раскрылся тот же Гроцер Как у него долго не получалась игра в Белгороде И пока мы видим, что он тот игрок, на которого он в принципе даже и в концовке может положиться Вот по сегодняшнему матчу Это уже проявилось Ну а начинается все для хозяев здорово Первая же атака удачна Плюс подача Мусерского Это уже запланированное такое продолжение давления И если эта подача получится сразу, можно вновь получить преимущество хозяевам Это у них частенько получалось здесь Но не получилось подача у Мусерского Так что 1-1 Очень эмоциональная концовка второй партии И сейчас такой, может быть, небольшой эмоциональный, что ли, отлив у белгородцев А в спокойной игре казанцы могут свой класс реализовать Все-таки это лучше клуб Европы, ни много ни мало Это звание у казанского «Зенита» пока еще никто не отнял А вот Кубок России тоже Последние два сезона казанцам не получалось Кстати, многим вот памятен прошлогодний матч этих команд в Казани В рамках раунда Финала восьми И тогда получилось, что великолепный пятисетовый матч Оставил этот финал восьми без хозяев Потому что белгородцы выиграли, а дело было в Казани И, соответственно, белгородцев не хватило сил на следующий день Столько они эмоций потратили И энергии, чтобы победить и чемпиона страны на тот момент И будущего чемпиона страны «Зенит» в последние сезоны себе равных в России не имеет «Гроцер» Здорово, Севажелес реагирует А мяч поменял прилично очень направление Что сейчас касание блока четко фиксирует Андрей Зинович Сегодня никаких вопросов Что там просят белгородцы? На касании блока повтора нет Даже если у них есть сомнения, просить тут нечего Вот куда мяч попал, это можно изучить С помощью специальной аппаратуры Гроцер тоже «Зенит» закрывает 4-2 И вот белгородцам надо снова раскручиваться В плане эмоций Пытается это сделать Геннадий Шипулин Гроцер вновь, на сей раз точно Ну, наверное, сейчас для белгородцев важно Чтобы их диагональ не выпадал из игры Ну, а «Вермиле» важно максимум получить от Максима Михайлова Все-таки, если он будет дозированно его использовать Этого может не хватить банально Мы это видели Михайлов-то сегодня в прекрасном состоянии Вообще, наши чемпионы радуют Не успевает Или успевает Кузнецов Нет, не успевает все-таки на первый темп Я так подумал, что может быть там нападающего мяч задел Нет Близко, согласитесь, близко к Максиму Михайлу Который уж точно бы не сумел вернуться Потому что он шел на быструю атаку в четвертую зону И находился в воздухе в момент этого отскока 5-3 Юрий Бережко Тараски обман на удар Ну, задумано хорошо Вермиле Тоже большой мастер Сумел среагировать И «Зенит» получает преимущество Не самое большое в этом матче Во втором сете было и 4 очка Но вот с самого начала сета повести вот так Это очень-очень важно, когда ты проигрываешь То есть Играть очко в очко, сами понимаете Это уже на грани провала Где вот в этой расстановке у белгородцев проблема Тараски в четвертой зоне на групповом блоке Ищет варианты, мы это видим Разводит руками А Кузнецова давно забросил уже Сергей Макаров Едва ли не в первой партии Он последнюю передачу на него отдал И вот Антон Фоменко Очередной раз готовится доказывать Что он достоин уже играть в основном составе клуба, который его воспитал Но В котором он пока еще твердого места себе не завоевал Я имею в виду, конечно, на первых ролях Кузнецов Сложности вновь в приеме у Абмачаева Исправлять их Михайлову в атаке на групповом блоке сложно Штахтей Совершенно ничего у него не получается И будет сейчас явно замена Но это уже в рамках технического таймаута Все, может там корректировку какую-то сделать Геннадий Шипулин 8-4 Вот такое серьезное преимущество Зенита Серьезная заявка на то, что дальше мы будем совсем другой волейбол смотреть Там контратака по нему Окей, Грозуру сейчас откроем везде Это параллель Два, вот как ты прыгнул Точно так встык туда И прямо эти руки Эй, внимательно Ждут Гроцера Кстати, очень неплохо Антон Фоменко на высоких мячах играл До получения травмы Будет ли сейчас замена? Давайте смотреть Это важно Кстати, у Мусерского-то клубных титулов нет Вот я смотрю, да Представляете, два игрока, олимпийские чемпионы Ничего еще не успели выиграть Ну, Мусерский, по-моему, в 2008-м был в составе Белогоря, когда тот выиграл кубок ЕКВ, но это кубок не наш внутренний На Евроарене бывает меньше серьезных соперников, чем в Российской Суперлиге Итак, замена Антон Фоменко вместо Тараса Хтея, который при всем при том очень неплохо принимал, подавал Да, в атаке у него пока не ладится, но на блоке, в остальных элементах он был вполне-вполне хорош Вот это все надо заполнить Антону Фоменко и еще дать прибавку в атаке Вот получается, так должна эта замена сработать, но есть Мусерский И когда есть прием, есть надежный вариант Сергей Макарова, в отличие от другого центрального Ленида Кузнецова, Мусерского он пасует в любой удобной ситуации И даже знают об этом зенитовцы, все равно трудно-трудно очень останавливать Одного из героев Олимпийских игр Михайлов, один блок на него не помеха Но вот сейчас зенит будет держать это преимущество Конечно, где-то постарается усилить, но главное съем сейчас для команды Владимира Олегна Плюс вот такие моменты, когда подает Максим Михайлов, и можно что-то еще и усилить Подача, правда, не получается И вот сейчас вот как раз Антон Фоменко в первый раз в этой игре отправляется на подачу Травма не очень такая серьезная, правда, был такой болевой шок у парня И казалось, что там гораздо более худшее что-то, но обошлось Посмотрим, выбило ли это его из игрового ритма И насколько пока не он Главную загадку в этой, кстати, составляет Тут у его команды, его основной вопрос, что делать с зенитом, который набирает ход Севажелес Исправляется Фоменко, наверное, аут был, так показалось, по крайней мере, с нашей позиции Но Молодой решил принимать и, в общем-то, не справился с этой коварной подачей Хорошо подкручивает мяч севажелес, летит он быстро 11-6 преимущество растет Вот одним таким эмоциональным рывком Белогорю явно этот матч взять не удастся Тут придется Искать способы вернуться в игру Может быть, даже и не в этой партии уже теперь Ну, Олег, читали на многие его интервью Он действительно давно уже научился свои эмоции контролировать И в нужное русло эмоций игроков направлять Зенит хорошо отлаженная команда Здесь главное выполнять то, что говорит тренер Для этого мастеров более чем достаточно высокого класса Небольшой аут у Евгения Севажелеса Такая на грани разумного риска подачи Немного не повезло зенитовцу И Дмитрий Мусерский Прошлая подача у него не получилась Но мы понем, что погоня Белогория вот как раз на подаче Мусерского в предыдущем сете состоялась И получилась эта подача И догонять будет невероятно трудно Если разладился такой грозящий элемент у белгородцев Посмотрим, как следующим отпадает Гроцер Но пока надо еще это право заработать Александр Абросимов Постарается, естественно, этого не дать И мой Гроцер классно скатывает по линии Но ничего не скажешь Вроде бы и Севажелес все увидел Но такая короткая траектория Вы видите, да, ну почти в три метра мяч падает При том, что игрок, ожидая сильной атаки Но никак так близко находиться не может за блоком Что Гроцер с подачей нам покажет Севажелес выбивает вверх и правильно делает А опять чуть-чуть, по-моему, не попадает Максим Михайлов Олег-то видел, что аут Поэтому просмотра не будет Он жестом показал своему диагональному Мяч был за Второй такой уже эпизод сегодня Когда Максиму, ну, какую-то малость совсем не везет А у Белгородцев, что там, двойная замена будет Появился Максим Жигалов на передней линии Ну а Гроцер пока на подаче Связующего в команде Шипулина сейчас нет Гроцер ошибается Вот много он таких подач пытается подавать в угол пятой зоны Сегодня именно этот вариант не идет Так что, может быть, и не стоит добра от добра искать Подавать просто на силу, может быть, в шестую зону Хотя мы видели, что Зенитовцы уже приноровились к этим подачам Ильяных по блоку аут Лукас Кампо, естественно, появился Надо об этом сказать в рамках двойной замены У него тоже не получается в новом клубе абсолютно И трудно сказать, останется ли он в команде Или вот в ближайшее время ее покинет Пока еще период до заявок это позволяет сделать Поменять одного из игроков Ильяных, и у него подача не получается Но вот трое подряд белгородцев ошиблись Это во многом делает бессмысленной вот эту двойную замену Потому что так усиления не достичь Если не вводить мяч в игру Бережко Будет, наверное, Фоменко выцеливать Нет, у Ильяных опять Загружает Дмитрия Жигалов Но и он ничего сделать не может 15-10 Ну что ж, серьезные преимущества зенитовцев Я думаю, что это вот они уже не должны упустить Хотя есть уж 4, отдали 5, немногим больше вроде бы Но мы видим, что игра-то меняться начинается И уверенность игроков зенита Тот же Фоменко Не так, чтобы здорово вошел В такую игру войти очень неплохо А вот эта атака хороша Хотя в приеме он пока не так уверен Но на тройном блоке мяч выиграть смог 15-11 Блок был двойной Тут я немножко преувеличил Под руки Николая Апалик Чуть близко к сетке Бережко Пришлось тянуться И даже то, что он без блока оказался Ничем ему не помогло А вот Ильяных сразу трех блокирующих Увидел, зато не увидел свободного пространства Рядом с ними все практически закрыли Зенитовцы и сейчас технический перерыв Команда Владимира Олегна сохраняет Такой комфортный перевес И чем дальше такая игра будет продолжаться Тем, я думаю, может серьезнее преимущество Зенита становиться Приходится Геннадию Шипульну со своим помощником Борисом Колчиным Думать, какие еще коррективы возможны Замен сделано немало уже в этой партии Они тоже видят, что меняется Меняется рисунок игры Не в пользу их команды То ли сейчас эмоционально Надо будет поработать Еще 2-3-4 поочередных съемок даже команд И будет понятно, что эту партию Зенита не отнять Там, может быть, даст кому-то отдохнуть Наставник белгородцев Кого-то еще посмотрит, кем можно усилить В конце концов, мы еще Сергея Тетюхина в игре не видели Николай Апаликов Фоменко вновь подает силовую подачу Тот вверх выбивает Блестящий Апаликов действует в защите Фоменко вновь И еще очередную очку своей команде приносит Сейчас во многом за счет Мусерского Который выдернул на себя первого темпа Вот мы видим, да? И получилось вот Пространство не успел так быстро Обросимов в край переместиться Возвращается Георг Гроцер На переднюю линию Ну а Жигалов еще должен Попробовать помочь своей команде Хорошей подачи Он обладает силовой неприятной И укорачивает очень здорово Так что здесь надо быть Казанцам очень внимательны Действительно хороша подача Мы это видим Нет связующего сейчас Это важно И отсюда неуверенность Вот такая в доигровке Вроде или иных все вовремя сделал И передачу хорошую отдал А Гроцер почему-то Не готов Оказался С ситуацией Когда надо бороться С тройным блоком Как-то совсем сыграл Неловко Даже где-то корявенько Максим Михайлов Начинает от этого делать все больше и больше ошибок 18-13 После того как Максим Михайлов На подаче ошибся И что там Антон Фоменко У него кстати неплохая силовая подача Не самая может быть стабильная Но при удачном стечении обстоятельств Сможет серьезно Помочь команде Соответственно навредить сопернику Видите Амачаев как опять нервно принимает С приемом именно силовой подачи У него сегодня не все здорово Но как же действуют классно его партнеры И Вермилю умудряется там На 10 метров добрых отдать передачу Видимо из-за площадки пасовал И это весьма неожиданно Оказалось для белгородцев Линию они не успели закрыть Немножко видимо сдвинулись Чтоб помочь в центре Там если атака первым темпом Красивый, красивый очень эпизод Который нам лишний раз демонстрирует Что Зенит Берет понемножку дело под контроль И Иных У мяча блока на сей раз летит в аут Кстати вот согласитесь Не так много эпизодов Сегодня когда мяч от блока улетает в аут Меньше обычного Чаще остается в игре Что говорит о том Что блокирующие ошибаются Значительно реже Может быть нападающие Не всегда знают что делать Но так или иначе Косарев на передней линии Вместо Ильиных Который почему-то заметно Прихрамывает и сразу попадает Ну не в объятия доктору По крайней мере под его контроль Да потерять Ильиных для белгородцев Это была бы колоссальная потеря Там такая суета в зоне разминки Кузнецов Отлавливает А бросим его блоком У казанцев тоже с первым темпом Не так все очевидно Если у белгородцев Много играет Мусерский Продуктивно То у казанцев Ну вот опаликов Вроде бы свои мячи забивает Но все-таки Получает их Не так часто Там выложили на площадку Судя по всему Со спиной у него какая-то проблема Просит Андрей Зинович Чтобы он за рекламный щит Там перебрался Ну буквально там полметра Но правило есть правило 19-15 Хороша подача Мусерского Ну и хорош прием Максима Михайлову Который вот как раз тот самый блок-аут Сейчас обеспечивает Попадая по рукам Александра Косова Обросимов Ну вот те самые 5 очков Которые Зенит давно набрал Чуть увеличился разрыв Вокруг вот этого примерно Все сейчас крутится И мирно вроде бы и тихо Катятся к тому Что Зенит этот сет возьмет А вот что может взорвать ситуацию Я даже затрудняюсь сказать Где сейчас могут белгородцы найти ресурсы Особенно с учетом того Что у них вот сейчас Ильяных получил повреждение Гроцар Может быть его подача Ее трудно принимать Мы это видим Будет атака быстро в край Косареву И тот просачивается Под руки блокирующим Благо там у него Валерий Вермильев был Вообще Косарев опытник Конечно игрок Но все таки уже тоже ветеран И вот эти вот высокие мячи На групповом блоке Ему с трудом даются Последнее время Масса у него других достоинств Он может хорошо помочь в приеме Подача неприятная обладает Олег Взял тайм-аут Такой Чисто тактически получается Потому что Подача Георга Гроцара Согласитесь Впечатление произвела Не только на Евгения Севажелеза Подача очень хорошая Как раз вот Тот вариант исполнения на силу Когда он не ищет направление Неудобное А просто Старается максимально мощно Выстрелить И этим затруднить прием Зенитовца Одно брейковое очко Вот таким образом Образовалось во многом Еще одна мощнейшая подача Севажелез над собой Это правильно Михайлов Ну вот для чего нужен игрок Такого класса В этом амплуа Сложнейший мяч На групповом блоке Выигрывает И выигрывает очень уверенно Смотрите какая высота атаки Да на всякий случай У Кузнецова 2.10 рост Вермильо Сейчас у Благородцев Очень сложная расстановка Кузнецов немало Атакует Косарев тоже А как-то сниматься Сейчас надо Гроссуру за голову Вермильо Как же грамотно Михайлов сейчас От блока отыгрался Теперь на выигрыш Будет атаковать Правда Макаров умудрился Зацепить его И И второй раз Делать это будет Очень сложно Не тот игрок Михайлов Чтобы позволить Сопернику два шанса Здорово Мимо блока Проходит 22.17 И я думаю Может Владимир Олег Выдохнуть Спокойно Удалось Остановить Рывок Такой намечавшейся Соперника У Белгорода Есть тайм-аут И сейчас Уже Наверное С перспективами На следующий сет Надо что-то думать А они спокойно Раз Два И диагональ Закрыт Лёдя Не улетай Сейчас Два раза Два раза Два раза Два раза Два раза Зенит Зенит Потом Свернуть С этого пути Когда он Показывает Свой волейбол Своего уровня Когда работает Максим Михайлов С полной загрузкой И эффективностью Это очень Очень трудно По крайней мере Я думаю Что эта задача Не для этой партии Перед хозяевами стоит Ну а Зенит Зенит Идет В нужном направлении Несмотря на то Что конечно же Будет уступать После трех сетов Шансы Не представляются Равными У команд Тем не менее Это как минимум Косарев Что он сможет Придумать Раша Подача Но у Зевожелес Молодец Какой сложный Мяч поднимает Да Не удалось Выиграть На тройном блоке Мяч-то в игре Правда Георг Роцер Все-таки Одно очко Одно своей команды Отыгрывает 22-19 Не сдаются Белгородцы Даже вроде бы В такой тяжелой ситуации Ну а Косарев Здоров Конечно Своей подачей Помог сейчас Что у него Получится В этом случае Пошире стал Зевожелес Больше места Обмочаеву Не исключено Что в него Силовая подача Сейчас полетит Нет Все-таки Зевожелес Там все расправляется Идеально На пайп Выходит на чистую сетку Как хорошо А Паликов Широко От связующего Прошел Увел за собой Блок Кузнецова В данном случае Видим мы Да и Кузнецов Никуда назад Уже не успевает 23-19 Юрий Бережко Будет водить Будет вводить мяч В игру Фоменко Гроцар По линии Проходил Там Либера Оброняется Если Обмочаева Не все Может быть Здорово В приеме В защите Он всегда Блестяще Играет И сетбол Зенита Такой Абсолютно Благополучный Для них Ситуации 24-19 Мы будем смотреть Я думаю Как минимум Еще 1-100 Фоменко С атакой Неплохо Сюда Хороший Процент Немножко Надо было Время Ему Чтобы Освоиться И Вот Эти важные Мечи Он забивает Не забивает В тех Расстановках Когда нет На площадке Дмитрия Мусырского Когда с Хорошего Приема Все равно Приходится Макару Края Искать Кузнецовым Он попробовал Тот Пару раз Не забил И В общем-то Эти варианты Сейчас Ну то что Не рассматриваются Они держатся На самый крайний Случай Фоменко Пытался За счет Высоты Высоты Выхода Под мяч Над блоком Сыграть Но это Не так просто Там тоже Далеко Не маленькие Игроки И так Третий сет За Зенитом 25-20 И 2-1 По-прежнему Правда Впереди Белогоня Это Все Это Финанс Красиво Явно Игран Мы Продолжим Продолжим Наших ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертый сет Прекрасно Финальном матче Он на сей раз Получается По-разному Запоминаются Многие Финальные матчи Чего за 20-летнюю Историю Кубка России Бывают не самые яркие Но вот сегодня Явно будет Хороший Поединок Собственно В этом Никто не сомневался Потому что Больно Хороши были Обе команды В полуфинальных Матчах И здесь От них Очень много Много Ожидали Смогли Восстановить Дмитрий Ильинин Их в белгородском Медицинском Центре Что ли Тарас Вернулся В стартовый состав Вот Собственно Эта пара Доигровщиков Начинает Эту партию По сути Стартовый вариант Состава Вновь Возвращает Геннадий Шипулин Ну а Зенит Зенит показывает Что он знает Что дальше делать И как обыгрывать Как выигрывать Сегодняшний матч Повторюсь Опыт побед За последние годы Накоплен колоссальный Всевожелец подавал Хороший прием Тут Мусерский Естественно И Мусерский Вновь Обыгрывает блок Вроде бы Обмачаев ищет То есть Обмачаев Оббросимов Конечно Ищет какие-то варианты Но мы видим Что и Мусерский Два раза одинаково Практически не нападает Все время Что-то крутит Что-то придумывает Вот сейчас По первой зоне Атака И как у него С подачей Оказывается Это очень здорово Может влиять на игру Ну собственно Это не тайна Но Сейчас он Мачаев Классно принимает Михайлов А это аут Было касание блока И судьи его видели Дмитрий Линых Это подтверждает Поднимает руку Признается 2-1 Вот очень важно С таких подать Сниматься И зенитовцы Сейчас это делают Очень-очень уверенно Кузнецов не попадает Но вот попытки Все-таки заиграть Второго центрального Макаров их не оставляет Как-то они уж Совсем бесполезно Выглядят И не уверенно И не эффективно Тут еще сразу Очковые потери Зенит уже показал Что фору ему давать Совершенно не обязательно Он и сам ее в состоянии взять Вообще Три удивительных разных Да По сценарию сетта Мы видели Первый такой Эмоциональный порыв Белгородцев Который они сумели На вторую партию Перенесли Которая правда Решалась В концовке А потом Зенит Спокойно Так Деловито Даже где-то Инициативу Прибрал к рукам И вот теперь Попробуй Что-либо сделай По крайней мере Прием этот Расшатывать Очень-очень трудно Сейчас белгородцам Зенитовцы Нашли ту золотую середину Между качеством приема И Возможности Не потерять мяч Гроссер правда Конечно Тот подающий Который Любую команду Заставит побегать Но Главный Итог А Зенит Очко набирает И при этой подаче Там Гермиля Конечно Молодец Увидели Сбегал Такую полу Супрепятствие Небольшую Преодолел Чтобы вернуть Этот мяч С ним Преимущество Команде Замена Кузнецова Ну с какого-то момента Она наверное Напрашивалась Уже не знаю Там Как Сможет войти В эту игру Руслан Ханипов Куда менее Опытный Волейболист Но Кузнецов Начал из игры Выпадать Ильяных Ильяных Сейчас Не лучший прием Превратил В блестящее Завершение Даже не назову Этой комбинацией Просто Ну подбили Туда Куда могли Подбить Там стоял Ильяных И посмотрите Как он здорово Сыграл Вновь Мощнейшая Подача И вновь Выбивается Вверх Ну никак Не может Найти Как ему Обыгрывать Блок Казанцев Пробует Различные Варианты Пользы От этого Пока Особо И нет Ну кто Сейчас Гроцер Наверное Будет Отковать Нет Снова Хтею Широко И отблок А вот Наконец-то Он Для себя Прежде всего Наконец-то Я уже не говорю Там про болельщиков Приносит Это очко Хтею Который Играет Свою игру Очень сейчас Нужен Белгородцам Чтобы что-то Поменять Потому что Вот Поменка В общем-то Вышел С приемом Не все Здорово Казанцы Тут же Это использовать Начинают Поэтому Сейчас Тарас Ахте Илиных Продолжает Подавать И подает В аут Что будет Просмотр Просит Илиных Просмотр У него есть Уверенность Через капитана Он может Сделать запрос А скамейки Там Эмоционально Показывает Не надо Ничего Просить Там был аут То есть Свой шанс Геннадий Шипулин И его тренерский штаб Предпочли Сохранить Данной ситуации Подающим игрокам Часто конечно Кажется Что Жонт точно Подал на вылет Гроцер Один блок И аут На одном блоке И тоже Близко все От площадки Но вот эти ошибки Они Снова так Еще Пулин Сколчин Обсуждают Надо ли просить повтор И решают Что этого не делать Действительно Такая близкая ситуация Больше похоже на аут С чем собственно Арбитры согласились И вновь Гроцер Мяч летит За И там Михайлов Ничего уже Не мог сделать Потому что Он На стороне Белгородцев Был Руслан Ханипов Посмотрим Что с подачей Сделает он У него планер Кого он будет Этим планером Сейчас Выцеливать 6-5 Впереди Зенит В Либер В Мачаев Тут в общем-то Никаких затруднений И Максим Михайлов Продолжает Исправно набирать Очки для своей команды Тарас Ктей Прежде всего Наверное Блок Ктей Да был важен Когда Шапулин Его возвращал На площадку Поменко не справлялся С Михайлов Это было видно Но с Михайлов Вообще справиться Непросто Гроцер Мимо тройного блока Находит траекторию Как же он На одном-то Не забил Приходится Только удивляться Но сейчас Важна атака Которая была Последней Да Для белгородцев 7-6 По призму Впереди Зенит Очень много Подач Севажелез Залежит Летит А он В принципе Неплохо Очень справляется Несмотря На все эти Затрудняющие моменты А вот с атакой Что-то не получилось Причем Не факт Даже что у него Там какая-то Передача Такая половинчатая Что-ли Была И до конца Севажелез Не понял Каким же способом Можно здесь выиграть Блокировщих не было От рук От играться Шансов тоже Макаров На подаче 7-7 И вновь Через Михайлова Ну Михайлов Где-то вот Между рук Даже у Тараса Ахтея Проходит Тот все понимает Ну что он может Сделать Да вот сейчас Эмоционально Белгородцы Этого момента Обсуждают 8-7 Зенит впереди Есть время Еще и Старинским штабом Обсудить Ну а мы видели Высоту атаки Михайлову Так что Тараса Ахтея Понять можно Просто ему Не по зубам Эта высота Оказалось Зенит старается Конечно до минимума Свои ошибки сократить Вот тут атака Севожелеза Была Ну а до этого Согласитесь Давненько Зенитовцы Таких откровенных Подарков Сопернику Не делали А вот Белгородцы Вот те эмоции Которые там У них бурлили Немножко Они правда Спали Это заметно Они как раз Яркие действия Заставляют Чередовать С ошибками И тут Более хладнокровный Начинает Получать преимущество Более хладнокровный Пока явно Команда Владимира Олег Михайлов Ошибается Ну вот Не скажу сейчас Какой-то момент Перелома Чуть может быть Меньше давления Со стороны Зенита Стало Это так Еще даже Трудно сказать В чем выражается И надо смотреть Как Белгородцы Этим воспользуются Шанс вот какой-то У них сейчас Появляется Это явно Именно вот На этом отрезке матча Вот в частности Доигровка Которая может Вывести их вперед Для этого Надо забивать Хороший розыгрыш Аккуратные Те и другие Что Ильяных Придумает Но он по длинной Диагонали В самый угол площадки Мяч посылал Два игрока Сразу реагировали Но Обоим Было здесь Одинаково Трудно Согласитесь Мяч в такую точку Летел Там контролировать Что-либо Было очень сложное Защитнику Арасхей Затруднил Предыдущей Своей подачей На это Надо обратить Внимание И зенитовцы Конечно Об этом Помнят И вновь Мачаева Хороший Севажелес Наверное Вермиле Важно Чтобы кто-то Кроме Михайлова На таких Сложных Мячах Начал Забивать Более-менее Регулярно И вот Сейчас Севажелес Это делает 9-9 Севажелес На подаче Вот в чем Это выражается Неуловимые изменения Прежде всего Смотрите Сколько ошибок На подаче Может быть Чуть-чуть Поменьше Концентрация Может быть Все-таки Постоянно Поддерживать На высоком уровне Очень-очень Непросто Но умеет Умеет Олег Встряхнуть Команду Когда ему надо Пока Не возмутим А на подаче Дмитрий Мусерский И подача Это блестящая Какая мяч Едва ли не Облизав трос Тут Не думаю Что можно Винить вообще Обмачаева Кто бы на его месте Такую подачу Принял Ну что сейчас Олег Пошел в сторону Кнопочки И будет ее Нажимать Конечно И вновь Мусерский Заставляет Владимира Олег Набрать тайм-аут Уже который раз В этом матче 11-9 Давненько Белгородцы На два очка Впереди Не были Уже призывает Евгения Севажелеза По крайней мере Не отжиматься В атаке И рисковать Бить по рукам Чтобы мяч улетал Далеко в аут Потому что В защите И на подборе Хорошо действуют И те и другие И Чем завершаться Так борьба В контратаке В доигровках Не всегда понятно Ну а вот ситуация Меняется Все таки Неуловимо Насколько далеко Этому все Может зайти Дмитрий Мусерский Его подача Много ответов Может дать На эти вопросы Мачаев Выбивает вверх Тройной блок И вот то Что просил Владимир Олег В данном случае Исполняет Юрий Бережко Рискованная атака По рукам По тройному блоку И Идеальная Наверное Для нападающего Траектория После такого касания Даже Мусерский С его ростом Не успел Этот мяч зацепить Обросимов Еще одна подача Сколько же Зенитовцы Будут сейчас Подавать в аут Вот по-моему Такого эпизода В этом матче Еще не было Отрезка Когда раз за разом Столько подряд Ошибается Зенит У Белгородцев Нечто подобное В какой-то момент Там проявилось Вот еще и Гроцар На подаче Вновь подача Там два касания Похоже было Как бы это не четвертый Нет Значит это Обман зрения В данном случае Ханипову Попробовал Макаров Нет второго Атакующего центра Он не получил Зато у Белгородцев Есть блокирующий центр И Руслан Ханипов Сельяных Сейчас Непреодолимую преграду Максиму Михайлову Сорудили Что тоже давно Очень не было Михайлов Набирал очки Весьма Весьма Стабильно И вновь Мощно Гроцар Вновь вверх Обманчаев Побегать придется Вермиля Что Бережко На сей раз Хтей В защите Хорош Ильяных Нет Это высоко Это высоко Так не выиграешь Здорово В край вроде Отпасовал Сейчас Вермиля Один блок Это блок Был Макарова Но слишком мало Время было Бережко Для принятия решения Такой был быстрый мяч Вот мы видим С места почти Надеялся Что вход проскочит А Макаров сбросил руки Сбросил руки В ходовое направление Не знаю Видел ли он Что партнер Вряд ли успеет Но так или иначе Вот сейчас Эмоционально Труднейший момент Для Зенита Два мяча Проиграны После блокирования Соперника Вот Ничто наверное Не может вдохновить Так команду Как удачная игра На блоке И посмотрите Просто Рвет и меч Владимир Олег Под себя не забьем С ними Если их сложить Они по одному Доказанию лягут И перебьем Только по рукам Вот поняли Да Все таки Не под себя Не стараться В четвертый В пятый метр Забить По рукам По рукам Все таки Высоких игроков Много в Белгороде Им вот эти длинные Забеги За мячами Ну как Собственно Любому другому В такой бы ситуации Очень затруднительны Но главное Одно из главных Как не видится Это то что летит Подача Это для Зенита Страшный момент Когда так летит Подача у лучших Подающих Белогория И вновь Гроцер И переходящий мяч Достается как подарок Дмитрию Ильиных И он этот подарок Превращает В пятнадцатое набранное очко Пятнадцать десять И вновь Оживает зал Сейчас все понимают У их команды Появился шанс Завоевать После долгого Перерыва Трофеи Нет Он опять Гроцер перевел По пятой зоне Начал крутить Эту подачу И держится За плечо У него были проблемы Именно с плечом Он тут пару недель Игровых Пропустил И вот эти вот Сложные достаточно движения Как бы он снова Там что-то не повредил Ох ты Не попал в разбег Еще оступился И у Зенита шанс Сразу отыграть Одно очко По рукам Как просил тренер Пятнадцать-двенадцать И пятиочковое преимущество Тает За счет собственных Каких-то вот Нелепых ошибок Белгородцев И тут же берет таймаут Теперь уже Геннадий Шипулин Как же все интересно У нас здесь развивается Люди выигравшие Олимпиаду Вроде бы не должны Дрожать при близости победы Мало кто умеет Вот эмоционально Так заводить Как Геннадий Шипулин И сейчас Конечно Он постарался Максимально накрутить Своих подопечных В нужном направлении Не удивлюсь Если в этой партии Где-то помощь Сергей Тетюхин Понадобится Конечно Без надобности Не будет Тревожить Своего ветерана Шипулин Но Не думаю Что так уж легко Все в этой партии Получится Тем более Что сейчас В погоне Зенит Субтитры Достаточно Субтитры Повторит Второй Второй Диагональный Центральный Белго Практически Сегодня Не нападает Будь то Кузнецов Будь то И Ханипов Мы это видим А Ханипов Действует От блока Ваут Приносит Севажелес 15 очко Зениту Такая Неумолимая Погоня Начинается Со стороны Чемпиона Плюс Сильнейшие Два Подающих На сегодняшний День Вот тот Самый Момент Который Так много Принес Белгороду Да Помним Мусерский Гроцер Сейчас Может быть Ответ На удар Помогает Сергей Макаров Ну от Кого Уж Наверное Блок Здесь Могли Ожидать Требует Желтой Карточки Для него Вермиле Слишком Эмоционален Был Пасующий Белогорье И не понравился Это Зенитовцам На первый раз Замечанием Отделывается Макаров Вообще Он Мастер Заставлять Арбитров Вытащить Вот этот Желтый Прямоугольник Из кармана Кстати Вермиле Тоже Но это Все потому Что игроки Эмоциональные Без эмоций Такие матчи Не играются Вермаков Нет Не поднять Этот мяч Белгородцам 18-16 Вермиле Продолжает Общаться С Зиновичем Так он Себе Только Может Неприятности Заработать О своей Команде Уж То-что У Зиновича Не разбалуешься Знает Это И Макаров Поэтому За благо Давно Счел удалиться С этого С этой Зоны Переговоров Гроцар Ну это Трудно Было Чтобы Атаковать Севажелес Немножко Навел Его сейчас Вермиле Тетюхин Там Кстати Оказался Ужон Паснуть Умеет И Михайлов И на этом Все Заканчивается В пользу Зенита Естественно 18-17 Длинный розыгрыш Сколько мы Таких Сегодня Видели Даже Иногда Странно Почему Так поздно А Михайлов Вермиле В каких-то Ситуациях Вспоминает Ну что Исчезло Большое Преимуще Белгородцев От 15-10 Теперь Момент Совсем По-другому Выглядит Неуловимо Все Меняется Да и Уловимо Осязаемо В принципе В пользу Зенита Если Не начнет Команда Опять Ошибаться Так часто На подачах Максим Михайлов Почему-то Решил Подавать Планер Не знаю Вряд ли Это указание Было Со скамейки Такое Может быть Подбросил Неудачно Это было Похоже На планер Но это Ошибка Тарас Хтей 19-17 В пользу Белогорья И вновь Мачаев Он постоянно Подает Мусерский Переходящий Мяч Превращает 20-й очко Своей команды Здорово Кстати Подает Хтей Вы знаете Он Так Вот Точно В одну точку Кладет Мячи Уже Не первый Раз С нашей Комитанской Позиции Это очень Удобно Видно Как раз По этой траектории Мы сидим И замену Либера У Владимира Олег Он понимает Что Обмачаев Не доводит Эти мячи Или может быть Хтей Поменять Направление Подачи А выяснилось Вообще Идеально Заставил Ошибиться Этой паузой Пусть даже Небольшой И выходом Нового игрока И необходимостью Принимать Другие решения Семожелес 20-18 Ему надо Подавать Обязательно И подавать Как можно Острее Хорошо Принимает Ермаков Ильяных Блестящий Бабичев Действует Защитим Михайлов Ну вот Нет Не работает Самый надежный Вариант Там Дмитрий Мусерский Есть Делать Раз Раз Вовремя Замена Не было Попрошено Тут Все Обида Действует Четко Мусерский И под него Просили Замену Не успел Владимир Олег И вы знаете Блестящий Ильяных Нет Не пошла У него Подача Стало быть Зенитовцы Еще постараются Что-то выжить Из этой ситуации Правда Не лучше У них Сейчас Подающий Черемисин Не сработал А Вермире Подает Планер С которым Сегодня Справляются Гроцов За головой Не попадает В площадку Вот они Эмоции Они могут Помешать Белогородцам Сделать Даже не один Два Последних шаг Осталось Кубку России 23-19 Был счет Как бы Это не был счет Который Пришлось Долго Потом Вспоминать Туша Пуль На перерыв Оказался Ему сейчас Надо успокоить Одновременно Не потеряв Вот это вот Желание Сумасшедшее Которое сейчас Буквально Выплескивается Из его игроков Опять же Минус для Белогоря Что сейчас Расстановки Без Мусарского На передней линии Не могут они С хорошей доводкой Даже Которая возможно При подаче Вермире Отдать Своему центральному Забить А мы видели Что Ильяных Да Было все красиво Но это было все На грани Все Перерыва Больше нет Действительно Жест второго арбитра Олега Лукина Маков Доводку делает Прекрасную Ильяных Выигрывает 24 очко Для своей команды Три кубок Бола Сейчас У белгородцев И кто будет Подавать Это немаловажно Дмитрий Ильяных Просто значит Зениту Наверное Не будет Ильяных Эту концовку В величайшем В величайшем Эмоциональном Подъеме Играет Ну и смотрим Зал стоя Готовится Но придется Отложить Отложить И два шанса С приема Остается у Белгорода Что-то изменить Бережко подает Планер Сегодня он Не сказать Что много Принес Зениту В случае Когда игроки Подавали Именно этим способом Но сейчас Вот Те нападающие У которых Проблемы В атаке были Поэтому Хтей еще Не принял мяч Севажелес Отыгрывает Один матчбол И всего Такой один Остается У белгородцев Из трех Имеющихся Какие там Варианты Есть у Шипулин Таймалтов Точно нет Но Ахтею Надо быть Поспокойнее Джонта Опытный игрок Должен оставлять На половине Своей команды Мяч И вновь В него летит Гроцеру За голову И И это ошибка Все Белгород Возвращается К большим победам После большого Перерыва Ликует Шипулин Ликует Его Подопечные Ну вот Повторюсь На внутренней арене С 2005 года Белгородцы Ничего не выигрывали Семь лет Для такой Ну В рамках Ценности Скажем Нашего волейбола Великой команды Это много Много и сейчас Белгородцы Ну скажем так Возвращаются На тропу побед Понятно Что Зенит От этого слабее Не стал Он не стал Слабее Новосибирский Локомотив Динамо Столичное Уралу Финский Другие Наши великолепные Команды Но Кубок России Продолжает Мы видим По городам И весь им кочевать Пусть не так Не становится шире География победителей Да Тем не менее Удерживать его Себя Долго Невероятно трудно И вот Когда поменялся Формат Перешел Финальный Такой Кубковый вариант Лично Новосибирску Два года Удавалось его удержать Но сегодня Он останется В Белгороде И мы на этом Заканчиваем Нашу трансляцию С вами был Комментатор Владимир Стецков Всего доброго Нашу трансляцию Нашу трансляцию Нашу трансляцию Нашу трансляцию Нашу трансляцию Нашу трансляцию